Спорт, особенно профессиональный спорт, это, конечно, и боли, и не могу, и через не могу, и через не хочу. Я не была гибкая, поэтому мне, конечно, давалось все очень тяжело. То есть, если девочки садились через два месяца на шпагат, то я после шестичасовой тренировки еще дома тянула, меня мама, все соседи знали, что я занимаюсь художественной гимнастикой, потому что кричала я неистово. Но пугать никого не буду. Опять же, для меня, вот сейчас я, видите, как с улыбкой об этом рассказываю. Характер вырабатывается 5-6 часов, 6 дней в неделю. У меня, знаете, как день сурка такой был. Как раз недавно я увидела гимнасток, смотрела турнир по гимнастике. Я сейчас смотрю, что в гимнастике стала тенденция совершенно другая. То есть, девочки уже такие и с ляшечками даже, и с ручками такими, и такие высокие. То есть, раньше, когда, конечно, занималась я, нужно было быть дистрофиком желательно, чтобы вообще там вот жира вообще не висело. Я думаю, что именно поэтому все-таки как-то стали менять, потому что это просто было уже даже неэстетично, когда просто ходили кости и делали какие-то элементы. Я помню, что у нас выдавали, по-моему, литр воды, и надо вот, больше пить было нельзя, потому что каждые 100 грамм это был просто расстрел, это было какое-то ха-а-а-а. То есть, для маленького ребенка потолстеть на 100 грамм у меня до сих пор, знаете, осталось, что вот если я вижу булочки, потому что мне никогда их не давали есть, то у меня до сих пор вот до какой-то, до трясучки доходит до булочек. Я помню, там училась, когда там в 10 или в 11 классе у всех там какие-то отношения, там уже, а у меня были мысли о том, как обмотать мой обруч, булавы, как мне сделать упражнение там со скакалкой или с лентой, поэтому... Но потом все это быстро очень добирается, это никакой проблемы нету, при этом какие-то правильные жизненные приоритеты оно тебе дает. А у меня ведь папа все-таки ассоциировался с каким-то Дедом Морозом, который два месяца в году живет дома. Лед я ненавидела именно по этой причине, никогда не стояла на коньках, потому что я понимала, что лед отбирает у меня папу. Конечно, я была его болельщицей, я ходила, кричали, сорвали голос. Я бы перед вами не сидела, я уверена, если бы у меня не было 14-летнего спорта в жизни, когда ты действительно понимаешь, что такое цель, как ее достигать, и тебя это мучает, идти к своей цели сегодня и получилось, завтра, послезавтра пробовать, пытаться ходить на пробы, еще, еще, еще раз, не сдаваться, не опускать руки. Поэтому все, чего я добился, я именно обязана спорту. Субтитры создавал DimaTorzok